Вандалы. Германцы, кельты или славяне. Их имя стало нарицательным. Синоним погрома насилия, бессмысленной жестокости и варварства. Немногие народы мира удостаивались такой чести, но вандалы действительно заслужили это имя за свое разрушительное взятие Рима и тотальное истребление христиан в Северной Африке. Мрачное побережье Балтики дало кров и приют немалому числу народов, которые впоследствии станут грозой изнеженных южных империй. Задолго до того, как готы высадились на берега нынешней Польши, там уже обитало другое германское племя. На речных отмелях, по краю берега моря и в хвойных лесах, жил народ, которых римляне называли вандалии. Они были высокие и длинноволосые, как и прочие германцы, их бог Годен был тем же богом, что вот он у лангобардов или готов, что указывало на родство народов. Суровые воины-разбойники и рыбаки долго жили на границе Германии и балдских лесов, которые тянулись тогда до самого Урала. Но германцами на 100% они не были. Происхождение вандалов Земли вандалов были границей между германским, кельтским и балдским миром, отчего к этому мрачному народу всегда присоединялись и на племенники. Тацит пишет о кельтах-лугиях, которые были союзны вандалам и жили рядом, на это намекает и обычай вандалов рубить головы врагам, ведь у кельтов черепа были священные реликвии. Чистоколы и скольев с насаженными черепами, скальпирование побежденных, были обычным делом среди вандалов, что для германцев было не характерно. Тем не менее, Плиний-старший и близко видевший вандалов Прокопий и Кесарийский не видят разницы между вандалами и прочими германцами. В прежнее время готских племен было много, и много их и теперь, но самыми большими и значительными из них были готы, вандалы, визиготы и гипиды, прежде называвшиеся сарматами, и меланхлены. Некоторые авторы называли их гетами. Все эти народы, как было сказано, отличаются друг от друга только именами, но во всем же остальном они сходны. Все они белый телом, имеют русые волосы, рослые и хороши на вид. У них одни и те же законы и исповедуют они одну и ту же веру. Все они говорят на одном языке, так называемом готском. И как мне кажется, в древности они были одного племени, но впоследствии стали называться по-разному. По именам тех, кто были их вождями. Скорее всего, к сильному племени вандалов, изначально германцев, любили присоединяться соседние кельты и называть себя их именем. Армия вандалов нападала толпой, как и прочие германцы, но сражались они мечами, как кельты. С большими щитами и при поддержке сильной кавалерии, чего у германцев до расцвета готов тоже не наблюдалось. Значит, вандалы сильно смешались с кельтским населением Востока Европы и переняли ряд их боевых традиций. Это косвенно подтверждает и происхождение название Силезии, где ранее обитали кельты, от вандальского рода силенгов, там же и обитавших позднее. Каждый род вандалов имел своего короля, поэтому нередко в бой их вели по три монарха. Этот обычай они сохранили даже в Африке, во все времена имея не менее двух королей племени. Более того, ранее к вандалам часто относили и славян. Известно, что новгородцы в перечислении легендарных правителей Славянска называли и некоего вандала, особенно эту версию поддерживал Татищев. И до середины 20 века советские и польские археологи отстаивали теорию, что пшеворская культура в Польше, которая соотносится к вандалам, является славянской или германо-славянской. Однако сейчас уже очевидно, что пшеворцы определенно не имели существенных славянских вкраплений и относилась к германо-кельтскому симбиозу. Картины о славянском взятии Рима нужно оставить параисторикам и разного рода дилетантам. Само слово вандал происходит от индоевропейского корня Вен-Ван, означающего водной находящейся у воды, того же корня названия племен Венеды, которые также локализуются рядом с вандалами. Это подтверждается и проживанием вандалов на побережье Балтики. А также тем, что Балтика называлась германцами Вендельским морем, они царили в нем как превосходные мореходы. В Дании и Южной Швеции есть много топонимов с корнем Вен-Ван, что может указывать на прародину вандалов в Скандинавии. Начало движения на юг вандалов со своих мест сдвинули соседи Готы, после их высадки в Польше, имел место серьезный конфликт, после чего вандалы были вытеснены на юг, в район реки Тиса. Преимущественно пешие войско вандалов, многочисленные свирепые были приняты в союз Баламара, вождя племени маркоманов, который собрал огромное войско из германцев и сарматов и напал на Рим. Война затянулась и получила название маркоманских войн, конфликт длился 20 лет, начавшись с блестящих побед германцев. Но затем Рим и Марк Аврелий постепенно остановили их натиск и начали теснить назад в леса. Вандалы за это время освоили кавалерийский бой и получили едва ли не лучшую конницу в германском мире, которая станет их фирменным приемом боя. Но видя как Баламар проигрывает, вандалы просят Рим и союзе и поселение в Дакии, на что Рим соглашается. Однако скоро вандалы предают Рим и снова заключают союз с маркоманами, а затем и участвуют в походах на империю готов. За это Рим неоднократно сражается с ними и теснит их Залимис, но вандалы все время оказываются где-то рядом, то в Дакии, то в Панонии. Наконец, поссорившись еще и с Готами, вандалы вступают с ними в битву в 330 году на реке Марош, где терпят сокрушительное поражение. Гибнет их король Визимар, большая часть войска и оставшиеся в живых уже сложив оружие, просят Рим о землях и защите. Их поселяют в Панонии, где они почти век тихо живут, не тревожа соседей. Вынужденные войны. Но скоро готы, а за ними гунны вынуждают вандалов искать спасение на западе. Вступив в союз с Аланами Гаара, вандалы нападают на Галию, где хозяйничают франки. Поэт Ориенций описал вторжение коротко. Одним костром задымилась вся Галия вандалы, Аланы и Свевы грабят Галию, несмотря на то, что в первой битве они были разбиты франками. Но или из-за страха перед готами, или из-за опустошения страны, они скоро уходят в Испанию, где еще есть добыча. Но тут их ждет беда. Императорские легионы запирают варваров в Пиренеях, не давая им не вырваться, не найти провиант. Вандалы, терпя ужасные лишения, находят однако выход из ущелий и врываются в Испанию, желая жестокой мести прежним союзникам. Убивая и опустошая, вдоль и поперек, они поджигали города и пожирали награбленные запасы, так что население от голода употребляло в пищу даже человечину. Матери ели своих детей. Дикие звери, привыкшие насыщаться телами павших от меча, голода или мора, нападали даже на живых. За несколько месяцев Испания пала. Аланы сокрушительный кулак варваров, разметали конных легионеров, а вандалы и свевы легко справлялись с пехотными частями. А затем, по легенде, они поделили страну так, аланы взяли самые плодородные земли Лузитании, а вандалы и свевы по жребию заняли юг и север страны соответственно. Римляне приготовились к мучительной гибели и беспросветному рабству. Но варвары неожиданно отложили мечи и стали пахарями, начали возделывать поля, заняли имение и рынки и наладили мирную жизнь. Сообщают, что они не трогали мирных обывателей, установили мягкие законы, что даже богатые римляне предпочли жить среди них, чем в империи, где поборы и налоги достигли чудовищных размеров. Но идиллия длилась недолго. Готы от Аульфа напали на них, так как считали Испанию своей, а в 418 году новый король Валия нанес страшное поражение. Уничтожив почти всех аланов и их короля, а также род Силингов у ванадалов, оставив лишь короля, которого отправил рабом в Рим, в качестве насмешки. Вандалов спасло то, что Рим отдал Готам Галлию и те ушли занимать новые земли, оставив вандалов разоренную Испанию. Остатки вандалов собрал король Гундерих и, напав на своих соседей Свевов, положил конец их равному союзу, но сделал всю Испанию своей землей, вскоре отбив и притязание Рима и его легионеров. Следующий король вандалов Гейзерих задумывает неслыханное. Занять житницу Рима Африку и навсегда отгородиться морем от воинственных соседей, став их кормильцем. Удастся ли? Об этом в следующей статье о вандалах. Если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал.